Имя победителя этой гонки знал заранее, пожалуй, каждый житель Калининградской области. От дворника до губернатора. У Александра Яшука не было достойных соперников. И вряд ли кто-то из его 11 оппонентов всерьез рассчитывал обойти на выборах главу города. Однако в половине девятого утра, позируя вместе с Николаем Цукановым перед телекамерами на избирательном участке, Ярошук скромничал и обещал журналистам пойти в храм, молиться за успех на выборах. Да, на выборы хожу с хорошим настроением, какие бы они ни были. А на свои выборы, конечно, волнение есть. Не буду лукавить, есть волнение. Сейчас пойду в церковь, буду молиться Божью Матерь, чтобы все было хорошо. Губернатор области, наоборот, надежды возлагал не на высшие силы, а на жителей Калининграда, которых активно призывал идти голосовать. Ведь выбирали калининградцы, говорил Цуканов, не просто мэра, а мэра города-организатора чемпионата мира 2018 года. Во-первых, я бы очень хотел, чтобы калининградцы пришли и сделали свой выбор. Единственный верный выбор, пять лет, который предстоит новому главе развивать город. Они очень принципиальны в преддверии чемпионата мира 2018 года. Однако через несколько часов стало ясно, ни призывы Цуканова, ни молитвы Рушука не помогли, по крайней мере, в одном – в количестве голосующих. Уже к обеду явку на выборах назвали позорной и рекордно низкой. На некоторых участках за полдня проголосовали не более сотни человек. Я объехал сегодня на 25 участков и видел, что на этих участках приходят люди старше 60 лет. Они приходят и говорят, а я, кроме Рушука, никого не знаю. Что мы хотим получить? Мы ничего не получим. Получим то, что у нас есть. Низкая явка и стала главным событием этих выборов. Причем больше всех отличился именно Калининград. Если в Черняховске на выборах местных депутатов пришли около 30% избирателей, в Янтарном – более 50%, то в Калининграде к шести часам проголосовали менее 18% жителей. Политики объяснили это усталостью населения от выборов и плохой агитационной работой обл. избиркома. У нас информирование со стороны избирательных комиссий тоже было очень плохое. Значит, у нас висели билборды, на которых вместо того, чтобы писать большими буквами выборы 14 октября, мы видели два слова – открыто и гласно. Что это значит? Ну, на мой взгляд, никто не обращал внимания просто. А вся остальная информация была написана мелкими буквами, мелкими цифрами. В обл. избиркоме, в свою очередь, кивали на самих кандидатов. Якобы не смогли достучаться до своих сторонников. Однако и председатель региональной избирательной комиссии признавался – итог выборов был предрешен, поэтому люди и не пошли на участки. Кандидаты и партии, ну, если хотите, не смогли достучаться до избирателя, не смогли рассказать о том, что они будут делать, какие у них программы. Сказал бы, наверное, и о том, что, ну, знаете, так вот, если в бытовом плане существовала некая предопределенность. Уже к ночи стало известно, что сюрприза не произошло, а молитвы главы Калининграда были не напрасны. К 12 часам Ярошук набирал 60% голосов. Второе и третье место досталось патриоту Ганну и коммунисту Галанину. Примерно с 13% голосов избирателей. О нарушениях в избиркоме говорили мало. Выборы и в этом отношении оказались скучными. Было зафиксировано всего лишь 17 жалоб.